Пожалуйста, заметьте, кадры, которые вы увидите, могут задеть чувства людей. Смотрите эти кадры с открытым сердцем. Вот этот маленький мальчик болел болезнью руки в возрасте четырех лет. У немногих людей есть такая беда. Давайте послушаем его отца. Когда вы пришли в общину синагоги, скажите ваше имя. Меня зовут Адегоке Кванаде, мне 36 лет. Кто этот мальчик? Это мой сын. Как зовут его? Его зовут Фавор. Его четыре года от рода. У него неизлечимая болезнь руки. Как вы думаете, что может помочь исцелению этой проблемы? Вы видите, мы обошли уже много больниц. И не было никакой надежды. Нет надежды. Как вы услышали об общине синагога? Это одна из наших сестер сказала нам, что здесь Бог являет чудеса исцеления. Что вы думаете о болезни вашего сына? По этому поводу я очень несчастлив. Я не нахожу себе места. Когда вы пришли в нашу общину синагога, верьте в Бога Всемогущего. Я верю. Я верю и ожидаю исцеления Божьего. Аминь. Поэтому будем молиться за вас. Во имя Иисуса Христа, ваш сын будет исцелен. Аминь. Этот мальчик находится в нескольких минутах от своего исцеления. Когда пророк Джошуа молится, он говорит слова веры, слова веры каждой проблеме. И все проблемы уходят полностью и целиком. И не возвращаются больше. Бог протыряет путь там, где видимо нет пути. И дает избавление там, где нет надежды. И каждый великан гибнет от Слова Божьего. Каждый великан беды и страдания. Во имя Иисуса Христа Великое. Будет исцелен. Давайте посмотрим, как Господь использует пророка Джошуа для исцеления этого мальчика. Время свидетельства. До того, во время исцеления и после. Меня зовут Ады Гоке Куанаде. Моего сына зовут Фавор. И у нас была страшная беда, болезнь его руки. И никакая больница, никакой доктор не могли нам помочь. Единственное, что вело нас, это вера и надежда на Бога. Когда мы пришли на служение пророка Джошуа, произошла молитва о руке моего сына. И посмотрите, как велико свидетельство. Смотрите. Смотрите, его рука полностью исцелена. Раньше она была как одна большая, огромная рана. А теперь никакой раны нет, нет никакой боли. И теперь он может ходить в школу. Поэтому я воздаю славу Богу Всемогущему. Скажите, что раньше ваш сын делать не мог из-за его болезни? Он не мог играть, не мог ходить даже. Не мог спать. Он спал, он плакал все время. У него все время болела рука. Он не мог ходить в школу. Он не мог играть в мяч со своими сверстниками. Но теперь я воздаю славу Богу Всемогущему. Теперь покажите тем, кто смотрит нас, где у него была раньше рана. Посмотрите, она была здесь. Посмотрите, что было раньше и произошло после. Видите, ребенок был практически неизлечимо болен. Но теперь Господь исцелил его полностью и целиком. Да. Вы видите, как Господь исполняет Свои обетования, избавления и исцеления. А я, в свою очередь, обещаю Богу, что мой сын посвящен Ему, Богу Всемогущему. Ну что же, воспитайте вашего ребенка в пути Господнем. Вот какой он был раньше и какой он стал теперь. Богу слава. Его обетование, Его сила не только в прошлом, но и ныне. Благодарим Тебя, Иисус.